Всем привет! Меня зовут Лена. Это сказка на ночь или шоу о одной истории, в рамках которого я вам рассказываю что-то из моей жизни, то, что было на самом деле. И сегодня я расскажу, как я впервые в жизни покаталась на мотоцикле. Дело было где-то лет 8 назад, и вдруг я осознала, что я никогда не каталась на мотоцикле. Вот все катались, а я нет. Мотоцикл увидела, но не каталась. Я стала спрашивать у друзей, у знакомых. Все такие, ой, да-да-да, я знаю человека, который знает человека, который знает человек. У него мотоцикл. Ну, то есть, понятно, что все это куда-то там улетело вдаль-не-далее. Я так и не покаталась, но в голове держала, что надо, я хочу. И вот как-то иду я домой, и около дома практически стоит байкер. Такой прям здоровый мужик. Вот представили себе байкера. Вот такой и стоял. Рядом с ним офигенный какой-то мотоцикл. Я не разбираюсь, но выглядел он прям вау. У байкера был в руках ягуар. Ну, естественно, это же байкер. И как раз я проходила у нее, и байкер такой, ну, девушка, покатаю. А я хотела. И представляете, вы о чем-то мечтаете, вдруг мечта приходит к вам домой. Это же вау. Я говорю, да, покатайте. Но не сегодня. Вы пьяны? Он, как? Я же байкер. Это всего 15-й ягуар. Вот если бы сотый в день, тогда даже нет. Ничего не знаю, у вас в руках алкоголь, не сегодня. И мы с ним договорились, на следующий день встретились. У него в руках уже был на этот раз адреналин. Я не знаю, чем он таким занимается, что ему, чтобы выйти в свет, нужны энергетики. Но такой был человек. И он был подготовлен, он был шлемом. Я определяю уровень подготовки. Мне выдал шлем. Все, хорошо. Я села. Мы поехали. Покатались по району минут 10. Ну, скорость была, наверное, 50-60 километров. Тут разрешенная скорость в Москве. По-моему, 60 километров в час. Мы покатались. Все было классно, все замечательно. И даже какой-то такой адреналин я почувствовала. Потому что я никогда не каталась в ту руку. Вау, классно. И я все. Большое спасибо. Я домой вам. В смысле, все только начинается. Это так. Ты привыкла. Все, садись, поехали. Я сажусь. И тадам! Мы вылетаем на Амкад. Со скоростью 200 километров в час. Понимаете? Я на машине столько не ездила. Вот 200 километров в час я только на самолете. Когда там при разгоне, там даже больше. Ну и во время полета. Все. То есть для меня это какая-то цифра была запредельная. Не потому что 200, а потому что страшно только поэтому. И более того, ему в какой-то момент показалось, что он меня недостаточно впечатлил. То есть меня недостаточно трясет. Я недостаточно боюсь за свою жизнь. И он начал ехать шашечками. Причем Москва была пустая. Было очень мало машин. Но мы каждую подрезали, которую увидели. Вот прям вот ехала машина, вплотную притирались. И резко поворачивали. Было потрясающим. А еще, когда мы поворачивали направо, налево, то всем телом, конечно же, нужно было коснуться земли. Я прям привесила своей, допустим, правой стороной асфальт. По нему, можно сказать, с вами телами прям чиркали этот асфальт. И еще он-то был в кожанке. Там все в обтяг, то есть чтобы все было у него хорошо. Я была в обычной одежде. То есть если бы я зацепила за машину, ну там бы я и осталась в компании машины. А еще этот байкер был здоровый. То есть вот так вот обхватить я его, конечно, не могла. Поэтому я держалась за его куртку. У него на куртке вот в этих местах были специальные такие крестики. Но не специальные, они для украшения куртки. И вот я так за них держалась. Еще потом вспомнила детектив, где была жертва, ее убили. И она что-то сжимала в руке. И, собственно, она вот эту руку вот так вот и держала. Я переживала, что если я еще несколько минут поеду, то в следующую неделю я вот так вот буду ходить. И никак иначе. Я просто не смогу руку отжать от напряжения. Мы катались, катались. И, естественно, в какой-то момент... Еще в самом начале, когда мне стало некомфортно, я попыталась ему это как-то донести. Но я была в шлеме. Поэтому я просто поворала сама на себя в шлеме и продолжила кататься. Сколько он считал нужным. Мы все ехали, ехали дольше и дольше. Мне было все лучше и лучше. Я стала вспоминать молитвы. Думаю, ну, может быть, пришла пора ими пользоваться. А не знаю я молитв. Поэтому мы поехали дальше. А еще я в то время участвовала в одном юмористическом проекте. Я к нему долго готовилась. Чуть ли не полгода какие-то монологи писала. Специально для этого проекта. И вот мы едем. Я думаю, ну, в принципе, монологи тоже все. Не нужны. Спасибо мотоциклу. И так. Какое-то время мы еще покатались. Ну, сколько? Я не знаю, сколько мы ехали по времени. 20 минут, 30-40. По-моему, мы облетели мкат. И сейчас я даже, может быть, два раза, может быть, десять. Может быть, один. Все так относительно. Но в итоге все-таки он сделал какой-то круг, сто кругов. И вернулся обратно туда же, в мой район. Меня высадил. И знаете, я была в таком состоянии, что я даже не могла ему высказать претензию. Детский, ты нормальный человек, ты знал мой уровень подготовки. Почему ты с нуля меня повез в какие-то невероятные дали на такой скорости. Нет, я сказала вам что-то типа того, что спасибо. Ну, я домой. Он на меня посмотрел, видимо, понял, что что-то не то. Он говорит, ты не переживай, 200, ерунда. И рассказал случай, как какой-то его знакомый очень нужно было куда-то попасть. Она вызвала его, заплатила ему деньги и попала куда-то, куда должна была ехать, допустим, полтора часа, минут за 15. На скорости 250 или 280, на какой-то сумасшедшей. И да, она попала куда хотела, все здорово. Кроме того, что она потом ушла в запой на две недели. Я не пью, в запой я не ушла. Я хотела сразу пойти, ну, он такой, нет, давай поболтаем. А, ну, что, я была в том состоянии, поболтаем, поболтаем, супер, ну, рассказывай. И он рассказал, оказывается, оказывается, он недавно вышел из тюрьмы. У меня такие друзья. Но, как он мне пояснил, что якобы он до этого работал врачом-реаниматологом, причем тем врачом, который работает именно на дороге. То есть случается ДТП, этот человек садится на мотоцикл и первым приезжает на место аварии. И у него с тобой были ампулы какого-то вещества. Он увидел жертву, жертва умирала, он вколол ей четыре ампулы. Но жертва не воскресла, тогда не ожила, как нужно было. И он вколол пятую ампулу. А якобы, если ты вкалываешь пять ампул, то автоматом идешь в тюрьму, потому что они опасны для человека. И якобы пятая ампула могла бы жертву добить. Но в итоге жертва не умерла, как раз после пятой ампулы. Как зажила, то ожив пошла хлопотать за моего приятеля, который сидел в тюрьме. И через какое-то время его вытащили из этого места. Видите, я волнуюсь, как тогда. Даже слова путаю. Ну вот, к чему я это? Не к тому, что бойтесь своих желаний. Да нет, если вы что-то хотите, это, конечно же, нужно делать. Просто жизнь должна нас чему-то учить, и меня она научила. Я давно, давно еще знаю, что я никогда в жизни не поеду с пьяным человеком в машине, если он за рулем, еще куда-то никогда в жизни. А теперь я еще и буду уточнять не только насчет алкоголя, но и насчет того, что не сидел ли он. Если он уже давно вышел, значит, он адаптировался, значит, он разбирается в скорости. А если недавно, я задумываюсь. Да, я вообще люблю думать. Вы заметили. Судя по моим знакомствам и приключениям. Ну что ж, на этом все. В следующий раз расскажу еще какую-нибудь историю. У меня таких историй полно. Жизнь и я. Мы любим преподносить сюрпризы. Она мне, я себе. Ну и окружающим. Ну что ж, на этом все. На этом сказка на ночь. Или шоу одной из историй заканчивается. И до новых встреч. Пока.